Здравствуйте, друзья! Сегодня пятница, вечер, 17 декабря, и я делаю краткую сводку новостей сегодня, которая будет похожа на сводку Совинформбюро в годы войны. Главным событием сегодня, я считаю, было выступление замминистра иностранных дел Российской Федерации Рябкова, которое он дал агентству ТАСС. Его заявление, ответы на вопросы, учитывая, что это дипломат, все-таки, было наглым, вызывающим. Там присутствовали такие слова и выражения, как «нато следует что-то делать», «мы требуем», «мы хотим опрокинуть ситуацию», «мы подготовили за них два проекта соглашения, им достаточно два дня, чтобы их подписать, мы не намерены больше терпеть» и так далее. По сути, тех предложений, которые, или требований, или того ультиматума, который раскрыл Рябков, речь фактически идёт о требовании капитуляции НАТО. Не больше, не меньше. Речь идёт о том, чтобы вернуть ситуацию к 1997 год. Почему 1997 год? Потому что в 1998 началась экспансия НАТО. Это при Клинтоне, когда были приняты в состав НАТО Польша, Чехия и Венгрия. В 2004 году, это уже при Буша, были приняты в НАТО страны Балтии. А в 2008 году решением Бухарестского совещания НАТО было объявлено, что Украина и Грузия могут стать очередными членами НАТО. Так вот, Российская Федерация требует всё это отменить. Более того, что касается Бухарестского, решение НАТО требует от Запада, то есть от штатовой НАТО, публично объявить, дезавуировать это решение. Ну, желательно ещё покаяться, к счастью, это слово Рябков не упомянул, но достаточно сказать, что мы требуем дезавуировать публично, чтобы понять, что эти все требования неприемлемы. То есть, опять-таки, это требования о капитуляции без выигранной войны. Есть такие аналитики Российской Федерации, которые считаются более-менее объективными, которых слушают, читают на Западе. Эти люди в прошлом работали аналитиками в российских, в советских спецслужбах, но и почему-то на Западе принято считать, что они теперь, выйдя в отставку, они объективны. Вот на Западе никак не могут понять, что в Российской Федерации бывшие аналитики российских и советских спецслужб не могут быть независимыми по определению. То есть, они все так или иначе участники активных мероприятий Кремля и российских спецслужб и могут позволить для прикрытия, для камуфлирования, так сказать, их деятельности быть независимыми в каких-то конкретных ограниченном круге вопросов. Но когда речь о кардинальных, стратегических вопросах, тут о независимости быть не может. А вот сейчас речь идет как раз о таком кардинальном вопросе. Так вот, один из этих аналитиков цитируется в западных СМИ. Он высказывает мнение, что вот эти требования, которые изложены в двух проектах, двух соглашений, предложенных США и НАТО, они составлены таким образом, чтобы сделать невозможными их принятие американцами и натовцами. И это так и есть. Из этого аналитик делает вывод, что Кремль нарывается на войну. То есть, ожидает, что они будут отвергнуты. Ну и после этого Кремль скажет, так вы не приняли наше соглашение, все, наше предложение, все, мы начинаем войну. И я вот думаю, что это как раз активное мероприятие. Войны не будет. Я считаю, что ситуация нагнетается, доводится до высшей точки, практически до кипения. Американцы, натовцы испытываются на слабо. Что будет потом? Я думаю, что это последняя гастроль путинского режима. После которого последует его крах и личный крах Путина. Я вполне допускаю, что вся эта ситуация инспирируется заклядными друзьями Путина из российских спецслужб. Именно с этой целью, чтобы довести ситуацию, поставить ситуацию и мир на грань, довести до опасной черты. С тем, чтобы объявить Путина, вышедшим из ума, с его последующим отстранением и сменой режима. Я думаю, я практически уверен, что на грань термоядерной войны, то есть на грань Карибского кризиса-2, Кремль ситуацию не доведет. Я даже думаю, что до большой войны, вот как ее опасаются, какой она может быть в худшем, так сказать, варианте в отношении вторжения России в Украину, массовое вторжение, захват значительной части территории. Я тоже думаю, что этого, скорее всего, не случится, потому что это, опять-таки, будет означать крах путинского режима. Он поставил последние недели весь западный мир, поставил фактически под ружье. Он сплотил весь западный мир, он сплотил политическую лету Соединенных Штатов Америки. И если он теперь позволит сделать то, о чем его предупреждают, то Западу просто ничего не будет оставаться делать, как включить те санкции из ада, которые они обещали, включая военный их аспект. А это будет означать конец путинского режима, прежде всего Путину, в первую очередь, а потом уже путинского режима. Таким образом, вот с точки зрения Путина, как я это вижу, его стратегия довести дело до точки кипения, а потом провести, добиться вот той встречи, которую он так добивается в последнее время, чтобы в результате этой встречи с Помпой объявить, что мы вот два ответственных мужа с президентом Соединенных Штатов посидели, поговорили и решили, что надо как-то так охладить обстановку, надо сделать шаг назад, и давайте подумаем, как мы можем жить и сотрудничать в дальнейшем. Но это опять-таки будет в конечном итоге плохо закончиться до Путина. Ведь фактически он создал, знаете, помните, есть такое выражение, от него злодейство даже ожидали, а он чижика съел. Так вот, он довел Путин, Кремль, они довели ситуацию до такой точки, когда от него ожидают злодейство. Всё, что будет меньше злодейства, это будет трактоваться как Путин чижика съел, а после этого Келла, который уже неоднократно промахнулся, нужно будет убирать. Таким образом, я вижу следующее развитие событий. Западу никаким образом не нужно очередной раз умиротворять Путина, потому что это делалось неоднократно, начиная с 2014 года, и это показывает, что каждое умиротворение приводит к тому, что наглец наглеет ещё больше, и его наглость поднимается на более высокий уровень, и он становится, он выдвигает новые требования, следует новое умиротворение, и он будет повышать эти ставки, пока он не будет остановлен. А если остановить его, вернее, Запад, от санкций, вернее, от умиротворения Путина, это просто, это достаточно просто, потому что Путин поставил, как я уже сказал, под ружьё фактически весь западный мир, вплотил его вокруг Вашингтона, а в Вашингтоне полная янодушие политическое лето в отношении того, что наглец должен быть наказан. Если администрация Байдена, если НАТО пойдут на очередное умиротворение Путина, это будет крах всей стратегии Соединённых Штатов и Запада, которого американцы подписали под эту стратегию, стратегического противоборства с Китаем. Если сольют воду перед Путиным, с Китаем там дальше тягаться смысла нет. Это будет очередной клин в отношении между американцами и натовцами. Американцы подписали НАТО, они подняли вопрос, крик, тревогу по поводу концентрации российских войск у северной границы России, мобилизовали весь Запад. Если теперь они сольют воду, то это будет сильнейший удар по НАТО и по самой идее его существования. И, наконец, это будет удар по администрации, по Байдену лично, по его администрации далее, и по всей демократической партии в целом. Это последнее, что им нужно накануне предстоящих выборов 2024 года и дальше там президентских выборов. Таким образом, остается наиболее оптимальный вариант. Из Запада, я думаю, что из Вашингтона, прежде всего, должен прозвучать четкий и ясный ответ нет на все эти ультиматумы Путина. Должны быть, они уже находятся, по-моему, на последней стадии в финализации вот эти адские санкции, включая их военный компонент, который обещает ввести в случае российской интервенции в Украину. Так вот, следует объявить эти санкции, чтобы фактически поставить Кремль перед свершившимся фактом, чтобы Кремль понял, что больше никакого отступления, никакого умиротворения невозможны. За этим должно быть, должно последовать быстрое укрепление военного, восточного фланга НАТО с возможной переброской бомбардёрщиков Б-2 из авиабазы в Португалии ближе к восточным границам. Далее, закончилась уже модернизация ракет, крылатых ракет средней дальности, которые были убраны из Европы в 1987 году. Они готовы уже для передачи корпусу морской пехоты, что сделает их ядерными силами быстрого реагирования. Вот, уже было объявлено о восстановлении, возрождении артиллерийского командования. Теперь нужно объявить о том, что эти ракеты передаются корпусу морской пехоты, крылатой ракеты с образованием ядерных сил быстрого реагирования. И, наконец, нужно ускоренными темпами провести укрепление обороноспособности Украины. В этой связи буквально вчера в одном из изданий близким к Министерству обороны Соединённых Штатов обсуждалась тема. В следующем году в связи с планами развития вооружённых сил США на следующий финансовый год предстоит консервация примерно сотни истребителей F-15 и F-16. И идея состоит в том, чтобы передать эти истребители Украине и это считается самым быстрым способом залатать огромную дару, которую имеет Украина в системе своей противовоздушной обороны, которая фактически сейчас недееспособна, поскольку то, что она имеет, это образцы советского вооружения сорокалетней давности, которые Россия легко, как ожидается, сможет обойти. Ну и наконец, появляется всё больше информации уже с китайской стороны о содержании недавнего видеоразговора между Путиным и Си Цзиньпином. Си действительно не обещал никакой поддержки Путину вот в этой его игре, опасной игре с Соединёнными Штатами и с НАТО. Но там обсуждался вопрос о возможном создании финансовой сети нетворк между двумя странами, который позволит смягчить удар по рублю в результате санкций, которые могут быть объявлены против России. надо сказать, что вот этот нетворк, её действия, оно не нивелирует те санкции, которые планирует Запад против Москвы, которые включают в себя полное отрезание российского финансового сектора от западного финансового мира. Китайские в этом плане на 100% полностью Россию Запад не компенсирует. Так что вот такая ситуация. Китай не будет поддерживать Россию во всем этом. Тот дипломатический язык, который использовал Син Цзиньпинь в разговоре с Путиным, а он наверняка пытался презентировать вопрос, как поведет себя Китай в случае дальнейшего обострения отношений России и Запада, дипломатический язык, который использовал Син Цзиньпинь, свидетельствует о том, что Китай в России надежной опорой в этой кризисной ситуации не станет и не хочет. Вот на этом я закончу краткий обзор на сегодняшний день, а более поздний, более полный обзор я разверну примерно часа через 2-3. Всем хорошего и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok